Википедия, Игнатий Лапкин. А я знаю, я уже видел ваших видео, знаете, сколько в ТикТоке, у вас там куча видео гуляет. Господь позволил встретиться, хотя это, говорю, случайно, но без воли Божьей не было бы. Я с утра молился, Господи, пошли доброго человека на встречу, а тут одни матершинники, блудники, голые. Тут ужас, что творится вообще. Это вообще такое. Я смотрел много видео, знаете, каких много видео ваших видел с этим, Никита у вас был из Украины. Да, да, был. Был, уехал, уехал, и там ему не сладко. Вот много, много видео с ним я видел, там есть такие смешные видео с ним, конечно, когда он там начинает что-то делить, вы его там ругаете, у детей много видел. Ну, он просился долго, теперь говорят, зря бы его принимали. Он пять лет пробыл, тридцать лет исполнилось, а в армии до тридцати лет. И он поехал, и там его зажали, он и канал убрал, и всё. И поднялся, он как совершенно, как сумасшедший, сделался там. Судьба, он был здесь, ему всё было, и дом подарили, дом, это не игрушка, всё у него было здесь. Видите, значит, значит, как-то не захотел. Ну-ка, поехал по-хорошему, наградили его, тут я ему книги дал, ну, этот ролик стоит такой, ни слова не было, а сейчас он, его даже не узнаешь. Он всё, что имел, начал топтать. Ну, там, видимо, зажучили его, ты раз был в России, тут теперь ты, ну, ему надо спасать, поэтому мы не обвиняем его, ну. Ну, а в Украине я знаю, которая, слава Украине. А что такое Украина, что это, пальцем провели по губам? Я говорю, скажите, у вас депутаты, о вас заботятся, нет? Это тоже Украина, проститутки, это Украина, кому слава-то? А Россия слава, и Россия точно так же, такие же люди. Слава Иисусу Христу, Богу безгрешному, любви его. Да, люди чуть-чуть просто, как бы, к власти не чуть-чуть относятся. Ну, может, хрящать, хай, или Украина, ну, ещё из этого. Ну, люди просто думают, что власть о них позаботится, и как-то, этот, кроме самих себя, мы никому не нужны, я считаю. Что пока своими руками не встанешь, не сделаешь, никто не сделает. А вот вы скайп, у вас скайпа нету, наверное? Да есть, но я им не часто пользуюсь. В скайпе, Игнатий Лапкин, зарядите, и в наше сообщество войдёте. Как вот мы молимся по утрам, какие встречи, беседы, там огромная-огромная помощь человеку. Скайп, Игнатий Лапкин. И звонок только лишь бы был, я сразу в течение трёх минут свои сокровища все скидываю. Я понял вас. Зайду туда. Ну, если есть вопросы, можете задать. Да нет таких прям уж, как будет. Так, моё пожелание, чтобы с вами ещё раз встретиться, и потом навсегда. Скайп, Игнатий Лапкин, мы друг друга уже не потеряем. Можно каждый день встречаться. А в рулетке вторая встреча не предусмотрена. Не, ну, тут понятно, что в рулетке не предусмотрена. Ну, я ж в этом, в другом часовом поясе, я ж в другой стране живу. Я не в России живу. Вот заметьте, у меня 23 тысячи своих роликов только на одном канале. 83 миллиона просмотров. Поэтому там есть что показать. Много смотрят, видите. Много, 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 много этого знает. Благодаря пикток у вас узнали уже, ну, многое количество людей. Очень много. И много молодёжи узнало. Я вам покажу, вы узнаваемый уже очень такой человек. Так что... А, у меня к вам один вопрос. Сколько вам лет? 84. Вот. Я вам скажу. А вы Википедию откройте, там всё абсолютно рассказано. Всё. И до этого было... Вот сейчас мы переиздали трёхтомник Нового Завета, который мы выпустили. И в моей книге четырёхтомник проповеди в стихах. Четыре тома. Каждый том 880 страниц. Почти 3900 стихотворений моих. Каждое стихотворение 36 строчек. Эпиграф из Библии. Примерно 80 моих стихотворений композиторы, кто положили на музыку, исполняются в интернете. Это я всё вам отдам. Но главное, чтобы вы зашли по скайпу. Вот смотрите, я сейчас покажу вам. Угу. Вот это один том. Угу. Каждый том 880 страниц. 96 страниц только фотографии. 96 страниц в каждом томе. Их 4. Умножай на 4. Вот она как выглядит. Угу. Всё ламинированное. У меня до этого было 38 томов книг. И как мы миссионерское путешествие сделали по всему миру. И в Барнауле живу. А мы проехали до Владивостока. Потом мы вернулись. Контейнерами забросили границы книги. Дошли до Португалии, Скандинавия, Прибалтика, Север, Турция. 650 библиотек получили от нас полный комплект моих книг. 38 томов книг. Каждая книга 752 страницы. Нам это обошлось 35 миллионов рублей. Не мало, я вам скажу. И денег при том не было. Это люди дорогой, которые узнают, что мы делаем. Мы библиотеки дарили. А потом ещё и мои книги видели в библиотеке у Путина. В Москве только в трёх библиотеках моей книги. Библиотеки Ленина, парламентской и исторической. Во всех государствах Европы мы прошли. Тысячи выступлений были. И всё это даром. Для Бога. Поэтому в скайпе заходите. Вы столько там нового узнаете. Как мы строим православную деревню. Вы увидите люди. Я начальник детского лагеря, сам его создал. 470 роликов про лагерь. Они сегодня такие же жизненные. Без помощи государства тысячи детей подняли. А сейчас, вот смотрите. Как эпидемия какая. Отравление какое в лагерях идёт. Потому что начинают это всё. А у меня, я 45 лет директор детского лагеря был. Тысячи детей подняли. И ни один не заболел. А наоборот больные здоровыми делались. У нас подъём. Я не знаю. У меня было детство. Яблоки. И идёшь, сорвал, съел. И ничего. И не выпей. И нормально он вырос. А такая лошадь хоть паха. А он сейчас. И таки путься над ними. И моют. И витаминку им. И ещё что-то. Они вечно болеют. Чем-то болезней. Не знаю. Вы можете сказать своё имя. Я могу сразу сказать вам, как переводится, с какого языка. Александр зовут. Александр, греческий защитник. По-скандинавски, Игорь. Вы можете звать родных, жену, детей там называйте. Я вам скажу, что имена означают. Ну, Юля у меня. Юля? Детей. Да, Юля. Это месяц Юлии. Император Юлиан был. Он не переводится. Так и есть, да? Да. Это, ну, просто так принято. Бывает, в честь... Я Дионис, Денис. Это греческий бог там и в честь его названия. А оно не переводится, это имя. А остальное у нас патриарх Кирилл. Это скандинавское имя или сирийское. Оно означает солнце. Вот так вот, видите. Может, вам туда интересно спрашивать. Вот, в скайпе зайдете. Вы там можете приходить с друзьями, с родными, задавать любые вопросы. Любые. У меня только сохранилось, с университетом, где я вел занятия, 4124 вопроса и ответа. Притом я отвечаю по пяти параметрам. Что говорит об этом Библия? Святые отцы, это 300 томов. Что об этом говорит жития святых? 1173 биографии. Что говорит закон Божий? Параграфов 719. И что говорят 300 поэтов мира за 200 лет? Стихотворение. Это 20 тысяч пайлов. Я столько, наверное, и не перечитаю, если честно. Ну, вам готово в виде дадут, легче, это и выборочно. Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Говорю вам честно, что сколько не перечитаю, наверное, это 100%. Потому что работаю с утра до вечера практически. Я тоже работал. Я не просто так работал. Я сон сокращал. У меня сон доходил 2,5 часа в сутки. Это да. Не, у меня чуть-чуть больше, конечно, но я на слое езжу просто. Ну, на большой машине. Я строитель. И поэтому на стройке я провел уже всю жизнь. Печи клал 40 лет. Я не всю жизнь, но на стройке тоже работал. Пока межжил дома, а потом уехал. Потом уехал, а сейчас вообще в другой стране живу. Так что душа важнее тела, и поэтому для души надо выбирать время больше, чем для тела. Ой, да по душе, я бы, знаете, кем бы был. Был бы, нравится мне нырять, я подводной охотой занимался, нырял. Я бы такой бы кем-то, каким-то водглазом работал. Но все никак, все никак, вот это все откладываю, 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 чтобы как-то... У меня друг был, друг, он был начальник радиостанции Рокоссовского в войну. У него 10 детей. В церковь ездит за 60 километров. И все успевает делать. Он и токарь, и лекарщик, и... Там, ну, все абсолютно. Автобусы стоят, не работают. И вот как призывают, проходит какое время, все на ногах. 10 детей. И время находит для... Время находит для души. Душа бессмертна, и мы умрем, все остальное. Весь мир, говорит, завоюя, душе повредишь. Какой выкуп даст за душу? В Евангелии написано. Главное, это душа. Да, деньги это такое. Не унесешь ты ничего с собой вообще. Никуда. Как все зрибут, зрибут, думают, на тот свет их заберут. Да ничего вы не возьмете. Все тут останется. Как было, так оно и будет тут. Ладненько, не буду вас подвозить. Ну, я еще раз скажу. Скайп. Его устанавливают школьники за 5 минут. И только звонок дадите. Вас это ничего не обязывает. Я сразу скидываю материалы, и тогда у вас будет куда прислониться. Скайп. 5 минут требуется для Скайпа установить. И Игнатий Лапкин, и звонок. Больше там ничего нет. Все понял вас. Притом, вы можете приходить с друзьями, хоть каждый день. Я, любые вопросы, политика, экономика, социология, разницы нету. Я отвечаю на все вопросы. Притом, видите, я не сам, а по параметрам. Я понял. Хорошо. Ну, с Богом. Вам только лучше. Здоровья и всего хорошего. Дает Бог. По-маленьку, говорит, шебуршим еще. Да, а вы дальше тогда переключайтесь. Может, кого-то еще хорошего дайте. Спасибо, Христос, за доброе пожелание. Видите, у меня жена шила какую кепку. Я влюблен в российский флаг. Это единственный за мировую историю флаг, который проповедует о жизни вечной. Все рождаются в крови, будь то мусульмане, коммунисты, хоть кто. Думать надо о вечности. И Белый престол. Откровение Апокалипсис, 20 глава, 11 стих. Вот оно все. В таком виде и идет. Продолжение следует.